ПЕСНЯ 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 1989 год. художественный музей празднует свое 50-летие. И вдруг к приемной у директора раздается звонок. Какая-то неизвестная пожилая женщина говорит о том, что она хочет подарить на юбилей музея картину, на обороте которой есть музейные номера. Конечно, все сразу сполошились и немедленно послали машину на улицу Республиканскую, где жила эта женщина. Картину привезли и стали спрашивать у дарительницы, каким образом она досталась ей. И она рассказала, что в 1944 году попросили всех жителей Минска забрать предметы, которые немцы готовили к отправке в Германию. Там были и фарфоровые вещи, и картины, и продукты, и одежда. То есть то, что они не успели вывести. И вот эта девушка пришла на склад, который находился в центре Минска. И ей понравилась только одна вещь. Вот это картина неизвестного художника. И она отказалась от всего, а взяла только ее. Полотно оказалось достаточно длинным, около двух метров на 50 сантиметров. Перед нами сельский летний пейзаж с рекой и хатами. Он мог украшать дворянскую усадьбу или какой-то загородный дом, и использоваться там в качестве дюси-де-порта, так называемого декоративного фризового панно. Панорама какой-то местности написана, возможно, с натуры. Художник реалистически точно изобразил ветхие деревенские хаты, реку и пышные дикие заросли кустарника. Полотно можно датировать рубежом 19-го, началом 20-го века или приблизительно 1890-ми годами. Что же это за картина? На ней нет подписи художника. Находилась она в плачевном состоянии, было на ней достаточно много сколов, осыпей, была напроткнута гвоздями в нескольких местах и, в общем-то, даже подрамник повело. Понятно, что картина требовала реставрации, но на ней было самое главное. На обороте этой картины были цифры Белорусского государственного музея, его инвентарный номер. Сразу же решено было отдать эту картину в реставрацию для того, чтобы возможно было прочитать подпись художника. Но подпись художника, к сожалению, тогда так и не определилась. Тогдашний заместитель директора нашего музея Ирина Николаевна Панчина решила по-другому. Она специально показывала эту картину старикам-художникам на надежде на то, что кто-то узнает руку неизвестного живописца. Но этого так и не случилось. Художник так и остался неузнанным и, в конце концов, картину передали в научно-вспомогательный фонд белорусской живописи до лучших времен. В начале 2000-х годов сотрудникам музея стал доступен рукописный инвентарь Социально-исторического музея Беларуси, датированный 1934 годом. По номеру на обороте картины удалось установить имя автора. Позже выяснилось, что в музее в 1924 году из местечка Шипяны и Угуменского повета на Минщине была передана еще одна картина Катарбинского бегства в Египет. В этом местечке Шипяны располагался фольварок Шляхтича Иваньковича. Автором картины, судя по инвентарю, оказался художник Катарбинский, что уже было само по себе победой. Мы узнали имя этого художника. Но в истории искусства есть два Катарбинский, Вильгельм и Милош. Какой из них, опять было неизвестно, надо было изучать биографии художников. И судя по биографиям, нашим художникам, автор этой картины оказался все-таки Вильгельм Катарбинский, уроженец польского города Неборова, который находится под Варшавой. Но как картины этого художника оказались в Минске? Мы ведь точно знаем, что он не выставлялся ни на одной минской выставке. Скорее всего, он прожил всю свою жизнь в Киеве. Тогда было известно только это. Биография художника была еще очень мало изучена. И тогда, когда ничего не известно, пути ведут в одно место – в архив. В архиве есть картотеки всех тех художников, которые хотя бы чуть-чуть соприкасались с историей Белоруссии. И мы отправились в архив. И, о чудо, там тоже нашлась карточка, единственная с именем Вильгельма Катарбинского. Вот эта небольшая карточка, которая была найдена в архиве и позволила раскрутить всю интригу жизни и пребывание на белорусских землях этого известного в прошлом художника, который оказался практически забытым на Белоруссии. Вильгельм Катарбинский относится к разряду так называемых забытых художников. Он известен в русском искусстве прежде всего как Соборянин. Соборянин – это авторы росписи знаменитого Владимирского собора в Киеве. Там Катарбинский, это очень хорошо известно, работал в отличной команде русских живописцев – Врубеля, Нестерова, Воснецова. Они называли его «Ласково Катар» и немного подтрунивали над его польским патриотизмом. Николай Мурашко – это киевский художник – характеризовал его как очень простого и веселого господина, полного изящных шуток. А Воснецов даже вел его в свою картину царевна Несмеяна. Вот он, этот польский шляхтич, который гордо подкручивает ус. Биография Вильгельма Катарбинского необычна. Он родился в семье небогатого польского шляхтича. Его отец служил щитоводом или бухгалтером в имении княгини Александра Радзивилл, которая владела этим огромным поместьем. Естественно, что отец жаждал видеть своего сына вовсе не художником, человеком, имеющим приличную профессию, и мечтал, чтобы он отправился в университет, в университет Варшавский. Но Катарбинский бредил живописью и не хотел поступать ни в какие университеты. Он хотел поехать в Италию. Но это отдельная история. В его жизни есть и очень романтическая страница. Это страница его любви к своей дальней родственнице, некой кузине, старше его на 6 лет, которую он по рассказам полюбил еще в детстве. Но этот брак был запрещен костелом из-за близкого родства жениха и невесты. Эта запретная любовь и определила дальнейшую судьбу нашего художника. Он отправляется в Рим, в Италию, которую он хотел посетить не только как турист, но и как ученик, прежде всего ученик живописи. Родители, конечно, не дали ему денег на это путешествие. Он одолжил эти денежные средства у своего дяди, который, естественно, хотел, чтобы он быстрее покинул Польшу. И он отправился в Италию и прожил там почти 20 лет. Вначале он был беден и вынужден был зарабатывать исключительно уроками. Известно даже, что он давал уроки Марии Башкирцевой, довольно знаменитой русской художницы, рано умершая туберкулеза. Но постепенно он стал получать и более богатые, ответственные заказы, в том числе и турецких пашей, на тему жизни гарема. Он был настолько увлечен живописью, что иногда забывал даже поесть. Был трудоголиком. И однажды он упал в голодный угморок. Его нашел хозяин квартиры и вызвал русских художников, пенсионеров академии художеств, братьев Сведомских, которые вызвали доктора, вылечили его. И фактически он стал их другом на всю оставшуюся жизнь. В 1887 году Катарбинский получает от своих друзей Сведомских выгодное предложение – переехать в Киев для участия в росписи Владимирского собора. Это было очень ответственное предложение. Но Катарбинский был католиком, он не имел права расписывать православный собор. И все-таки он соглашается. Почему? А потому что он узнает, что его любимая кузина овдовела. Она свободна, и он стремится в Россию для того, чтобы вновь ее увидеть. Он приезжает в Россию, встречается со своей кузиной, и случается чудо. Костел дает разрешение на брак. Молодые женятся. Ну как молодые? Катарбинскому тогда было уже за 40 лет, а его супруги уже 46. Брак был, конечно, поздним, не очень равным, но тем не менее они поженились. Они поженились и переехали в кое-небольшое имение Кальск, находящееся на Случине, под Слуцком. Долгое время мы не могли найти это имение Кальск, потому что и на современной карте Белоруссии его нет. И вот только совершенно недавно удалось установить, что это имение раньше называлось урочищем Скальское, и что жене Катарбинского принадлежали целых три деревни. Вот оно, загадочное имение Кальск, которое мы не могли найти на карте. Нам подсказали его местные краеведы. К сожалению, ничего здесь, как видите, не сохранилось. Здесь в поле. И никаких признаков того, что когда-то здесь было прекрасное имение, которое унаследовала жена Катарбинского. Имя мы ее знаем. Екатерина Осиповна Корженевская, урожденная Корженевская в первом браке Пудловская. Все, что уцелело от Корженевских, это несколько надмогильных памятников ее семьи, наверное, отца и дядьки. Находится оно в плачевном состоянии, недалеко от бывшего имения Тростенец. Вместе с тремя деревушками – Кальском, Зажевичем и Тростенцом – она унаследовала еще 415 гектара земли. То есть стала вполне приличной слудской землевладелицей. Никогда бы мы не узнали, как выглядело это имение, если бы не Иван Николаевич Белько, местный краевед, который по рассказам односельчан, просто зарисовал его так, как он это понимал. И этот его рисунок, в общем-то, дает нам представление о том, как жил Катарбинский, в каком имении, как оно выглядело. Естественно, что Катарбинский, переезжая на Беларусь из Рима, попадает в совершенно другую ситуацию. Из величественного, красивого, прекрасного города он оказывается в белорусской глуши, белорусской деревеньке фактически. Но он строит себе мастерскую, говорят, что она была построена в старой мельнице, и начинает работать. А соседи, заполучив такого замечательного художника, лучшего рисовальщика Рима, который был признан академиком в 1915 году в Академии художеств, наперебой стали его приглашать в свое имение, для того, чтобы украшать усадьбы, расписывать стены и делать вот такие декоративные панно. Кроме этого, он еще и расписывал костелы. И нам даже известно два или три костела, которые он расписал. К сожалению, эти костелы не уцелели, они были взорваны в 30-е годы или во время Второй мировой войны. Толщину мы не очень-то и знаем. И вот такая экзотическая птица залетела на белорусские земли. Интересно, что если в Киеве он занимался православной живописью, и делал это блистательно, великолепно, хотя он и не имел права подписывать свои картины, фактически он был там художником-невидимкой, то в Кальске он писал картины для души совершенно в другом духе. Это были картины мечты, картины легенды, которые лились из него, как из рога изобилия. Основными его героями были прекрасные девы, гаремные наложницы, египетские царевны, символические какие-то фигуры ангелов, демонов, вампиров. Это была совершенно иная живопись эпохи Декаданса, эпохи начала 20-го столетия, когда были модные спиритические сеансы в дворянских усадьбах, когда вся дворянская жизнь проходила под флером символизма. И вот таких картин у Катарбинского было множество. Они лились из него просто как песня какая-то. И давайте посмотрим на эти картины и увидим, как сильно они отличаются от того, что он делал в Киевском Владимирском соборе. Эти картины были настолько модными, что даже пришлось ему издать открытки с их изображением. И эти открытки расходились мгновенно. Они покупались и в Петербурге, где у него часто были выставки, и в Киеве, и даже в других провинциальных городах. КОНЕЦ КОНЕЦ К сожалению, семейная жизнь Катарбинского окончилась довольно драматически. Мы не знаем, как. Его друзья-художники говорили одно, что жена его нечасто появлялась в Киеве, всегда под романтической вуалью. Они никогда не видели ее лица и предполагали, что она даже уродина. На самом деле, мне кажется, что как женщина она просто скрывала свой возраст. Ведь нам известно, что она была на 6 лет его старше. Потом он все чаще и чаще оставался в Киеве. И они предположили, что жена просто покинула его и уехала. Но нам известно и другое. Нам известно, что в 1913 году хозяином Кальска стал некий Пудловский. Скорее всего, это ее сын от первого брака. А ей ведь тогда, в 1913 году, было уже 71 год, она могла просто умереть. И художник остался один и навсегда переехал в Киев, где так и не купил себе никакого постоянного жилища, а снимал дорогие номера, комфортабельные номера в лучших киевских гостиницах. Но на лето, несмотря на то, что между Киевом и Слуцком было почти 450 километров, он всегда приезжал в свою благословенную, любимую мастерскую и писал эти картины. КОНЕЦ Что же произошло дальше, после смерти Екатерины Осиповны? Смерти или, возможно, ее ухода, мы не знаем эту тайну, она так и не определена. Началась революция, 1917 год. Затем Гражданская война, 1918. Киев переходил из рук в руки. И Вильгельм Которбинский, наш герой, понимал, что единственное достояние, которое у него есть, это коллекция его картин. И он решил отправить ее в Кальск, потому что считал, что там надежнее будет ее сохранить. Мы не знаем, каким образом он ее отправлял, тем не менее, коллекция была отправлена и исчезла. Так считали украинские искусствоведы. И во всех книгах написано, что фактически эта коллекция потерялась. Но та единственная карточка, помните ли вы о ней, которую мы нашли в архиве, рассказала нам эту историю. Это карточка Сэндора Давидовича Полейса, известного краеведа, пылесоса, как тогда говорили, который собирал все мельчайшие сведения. Так вот, в этой карточке было написано, что в 1919 году картины из Луцка, а их было целых 282 штуки, были вывезены из Луцка в Минск, в Минский областной музей. То есть получается, что вот эта огромная коллекция этих великолепных, символических картин эпохи модерна, которые Катарбинский переправил из Киева, в 1919 году была не только цела, но даже находилась в нашей столице Белоруссии, в Минске. И эти картины стали экспонатами Минского областного музея, который был создан в 1919 году. Но, к сожалению, они не были даже распакованы. Их привез художник Арон Костелянский, это такой эмиссар областного музея, в нескольких ящиках. И поскольку места в областном музее не было, их просто поставили на первых этажах в здании Минского дворянского собрания, где они и стояли. К сожалению, описи мы так и не нашли. Может быть, ее даже и не было. И уже в 1920 году этих картин не стало. Нет следа. Картины исчезли. Ушли. Куда? Всего миной историческая ситуация. Мы знаем, что в апреле 1919 года картины были в Минске. А ровно через 4 месяца, в сентябре 1919 года, в Минск вступили войска Пилсудского. Польские войска. Вернулись помещики. Была восстановлена прежняя власть. Все богатства Белоруссии свозились опять-таки в Минск для того, чтобы быть вывезенными в Варшаву. Возможно, что эта коллекция и была вывезена в Варшаву Пилсудским. Потому что по некоторым слухам, которые доходят до нас и описываются как киевская история, считается, что Пилсудский выделил целый вагон для коллекции картин Катарбинского. И они были вывезены в столицу Польши. Но интересно, что и в Польше их нет. Польские искусствоведы тоже потеряли эту коллекцию Катарбинского. В Минске ее тоже не стало. Так где же эта коллекция находится до сих пор? К сожалению, мы так и не знаем. Мы знаем, что когда-то она была здесь и исчезла. И тут мы должны вновь вернуться к этой картине, которая таким невероятным образом, волей случая, прибыла в наш музей в 1989 году как подарок 50-летию. Мы видим, что от имени этого художника, от его трудов, не осталось практически ничего. Мы не знаем ни его точной биографии, которая переплетается с биографией моего двоюродного брата. Мы не знаем его адреса в Минске, если он там был. Уничтожен фольварок Кальская. Не сохранилось поместье Екатерины Осиповны Катарбинской, которые все были уничтожены. Разрушены храмы, которые расписывал наш художник. И от всего его многочисленного наследия остался вот этот Дюседепорт, вот эта картина, единственная, уцелевшая от целой огромной коллекции этого очень интересного, когда-то модного, а ныне забытого художника. Но теперь эта история имеет счастливый финал. Хотя бы одна картина уже дает повод нам говорить о новом имени в белорусском искусстве, а также дает нам повод искать эту коллекцию в других странах. Как-то не очень верится, что она полностью погибла. Скорее всего, она где-то существует, еще не найденная. Или растворилась, была разграблена в эти революционные годы. Вот такую интересную историю с таинственным концом я хотела бы вам рассказать. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ